Сразу же с утра вам загадка. Давайте попробуйте отгадать. Кто, когда придёте в садик, по головке вас погладит? С кем вы день свой проведёте, если мама на работе? Кто прочтёт стихи и сказки, даст вам пластилин и краски, рисовать, лепить научит, ложки раздавать поручит? Ну, конечно! Ну, конечно! Всё правильно! Это человек, который встречает наших деток в детском саду. Спасибо вам огромное! И вот у нас как раз в гостях педагог дошкольного образовательного учреждения Юлия Нескоромная. Юль, доброе утро! В вашем лице мы поздравляем как раз всех работников дошкольного образования. Но это же не только воспитатели. Это же... Там же большой, огромный штат работников. Спасибо большое! И повара, и нянечки, и охранники, и уборщицы. Все-все-все! Спасибо вам большое за вашу работу, за вашу тёплую и добрую, потому что, знаете, вот мы с Кириллом можем подтвердить, мы ваши лица помним потом всю жизнь. Это точно! Это сто процентов! Первый конспитатель! Да, я сегодня проснулся, вспомнил про тему сегодняшнего эфира, и вот, да-да-да, у меня прямо эти лица действительно... Как вы пришли к тому, что хотите работать именно по этой профессии? Как вы поняли, что маленькие дети – это ваша судьба? Ну, вы знаете, я всегда представляла себя в роли педагога. То есть у меня даже не было сомнений в выборе профессии. Тем более в нашей семье целая педагогическая династия. Это же сколько поколений? Это, получается, три поколения. Бабушка? Между прочим, да. То есть у нас педагоги дошкольного образования, у нас преподаватели в школах и в вузах. Ничего себе! Прям и здесь тоже градация соблюдается. Семьей вести ребенка, знаешь, из детского сада, передать потом другому члену семьи, так, за ним пригляди, он там кашу не ест, там, и дальше. А потом в институте еще. Я вот помню тебя. Очень удобно и хорошо. Вопрос. Никогда вообще не сомневались и не жалели о своем выборе? Вы знаете, вот работая в детском саду, я ни разу не сомнилась в правильности своего выбора. Наоборот, каждый день стараюсь соответствовать каким-то новым требованиям, новым правилам. Стараюсь быть современным и активным педагогом. Даже когда детишки вот это... Капризничают. Это ж не один, это ж сразу там человек 20, наверное, одновременно может обещать. Да, каприза ребенка нужно всегда правильно понять, объяснить ребеночку, что все хорошо, мы всегда с тобой рядом, мамочка скоро за тобой обязательно придет. То есть самое главное успокоить ребенка. Мне уже хочется к вам в группу. И надеюсь, что к вам общий язык. Да, да, это самое главное для нас. Да, сразу тогда вот золотые слова хочется. Скажите нам, какие-то праздничные мероприятия планируются? Насколько масштабно вообще этот праздник отмечается в вашей как раз среде рабочей? Ну, вы знаете, во-первых, мы будем отмечать этот праздник с коллегами. Это 100%, это обязательно. Старшее поколение поделится с нами своим педагогическим успехом, помогут нам в работе, предоставят какие-то методические наработки. Это у нас всегда проходит в форме большого круглого стола. Обязательно отметим этот праздник в кругу семьи, примем поздравления от наших детей. Ну, на самом деле, понятно, что делает педагог, например, в школе. Он преподает какие-то предметы. Что делает педагог в детском саду? Ну, то есть требований же сейчас действительно много. Нужно знать там определенные правила, определенные требования. Они сейчас еще в детском саду занимаются иностранными языками. В чем ваш вообще функционал? Вот каждый день задачи рабочие в чем стоят? Вот, знаете, вот моя самая главная задача, да, это понять и принять индивидуальность каждого ребенка. Это нужно следовать за его именно желаниями, за его возможностями. Грамотно разработать его образовательный маршрут. И тогда не будет никаких проблем ни с усвоением программного материала, ни с работой с родителями. То есть мы будем все вместе в одной команде. Вот звучит очень, знаешь, по-доброму, но понятно, что чему вы, наверное, учите своих детей? Это писать, рисовать, может быть, какому-то послушанию. А чему учат дети вас? Вот за вашу карьеру, чему они уже успели вас научить? Вот вы знаете, ребенок – это первооткрыватель. Каждый день он узнает очень много нового, да? При этом он не испытывает ни чувства лени, ни чувства страха. Вот быть активным, быть в постоянном каком-то поиске, да, педагогических идей – вот это самое главное качество для педагога, особенно педагога дошкольного образования. Ну и меня, как молодого отца, конечно, вот опять-таки интересует этот вопрос. Раньше нас отводили для того, чтобы родители могли просто отдохнуть, либо пойти на работу. Сейчас же детишек обучают, ну, всему, абсолютно всему, и нагружают по полной. Ваше мнение как профессионала, правильно это или нет? Стоит ли ребенку в три года учить иностранные языки? Вы знаете, вот все какие-то образовательные, дополнительные программы, они идут строго по запросу родителей. Вот наши родители, они имеют высокий уровень образования, и они хотят, чтобы дети были всесторонне развитыми личностями, чтобы они успешно были подготовлены к школьному обучению. То есть они с радостью ведут ребенка на дополнительные занятия, не побоюсь этого слова, именно занятия, которые проводятся в игровой форме. То есть ребенок, он сам того не подозревая, усваивает очень много нового материала. Например, у нас есть иностранные языки в детском саду. То есть детишки с радостью бегут заниматься английским языком, оттуда они выходят уже говорящие на английском языке. И в первом классе, в первом-втором классе у них уже не возникает проблем с изучением иностранного языка. Это здорово. Это очень здорово. Спасибо вам большое за то, что сегодня утром пришли к нам, ну и, конечно, за вашу работу. Я вот вообще не сомневаюсь, что от вас уходят дети счастливые и с большой улыбкой и радостью каждое утро возвращаются в вашу группу, к вам в детский сад. Спасибо большое. Всему, что вы сказали, веришь как-то беспрекословно, и эта энергетика передается. Хочется подчиняться и есть манную кашу. Потому что сегодня у нас в гостях Юлия Нескоромная, педагог дошкольного образовательного учреждения. Прям вот хочется слушаться и начать играть. И все делать, вообще абсолютно все.